Снова привет, друзья! Мы на Warface Open Cup и сейчас пообщаемся с ребятами из команды Rocket. Представьтесь, пожалуйста, каждый, чтобы страна знала своих героев. Меня зовут Ким Николай, я играю под ником Mefody и являюсь капитаном команды Rocket. Меня зовут Леонид Позняков, я играю снайпером в команде Rocket, игровой ник Капитан Паника. Ребят, у вас сейчас первая будет игра на ванне. Расскажите о своем сопернике, что он из себя представляет. Сложный, хотели вы себе такого, чтобы попался? У вас в этот раз соперник, кажется, был известен заранее. Удалось ли, исходя из этого, как-то особо к нему подготовиться? Кто первый? Соперник нам не был известен, в принципе, да. То есть мы его знали только сегодня, но, в принципе, о сопернике могу сказать, что соперники достойные. Конечно, команда молодая, но она уже показывает второй Open Cup себя отлично. Конечно, были какие-то поражения, там и победы были, конечно, но, в принципе, команда сильная и может дать нам отпор именно на лане, потому что опыт уже есть. На прошлом Open Cup они показали, что они могут давать отпор, они их показали на прошлом Open Cup потную игру, не просто слились, как иногда бывает у некоторых команд, а показали красивую игру, поэтому команда коварная. Я думаю, хорошо выступит на этом Open Cup. Я присоединюсь к словам Коли. Команда молодая, только два Open Cup они участвуют, но стоит отметить, это команда, которая собралась два Open Cup назад и прошла именно на эти два Open Cup подряд. То есть это многое значит, что у них высокий уровень игры и то, что списывать их со счета вообще абсолютно нельзя. Нужно готовиться к ним. Как у вас дела обстояли с подготовкой к турниру? Давно ли вы прошли квалификацию, узнали, что вот вы точно участвуете и сколько удалось потренироваться перед этим? Так, о проходе на лоан мы узнали еще за две недели до него. Мы прошли мастер-лигу. Две недели? Да, это довольно... Вроде две недели было, я точно не могу сказать. Вроде, да, две недели. Две-три недели максимум. Так, потом о подготовке могу сказать, что подготовка идет, шла, точнее, очень напряженно, потому что после поражения, как всегда бывает, команда наоборот собирается и хочет показать себя уже на следующем Open Cup. Поэтому к этому Open Cup мы попытались подготовиться наиболее хорошо, но, надеюсь, это себя оправдает. Ну, я считаю, мы не попытались, а мы подготовились наиболее хорошо. На прошлый лоан мы использовали все заготовки, все, что у нас есть, всю нашу мощь. То же самое, что мы использовали на мастер-лиге, то есть при отборочной, на квалификации. А сейчас у нас все поменялось абсолютно. После того, как мы прошли за эти две недели, за две-три недели, мы изменили абсолютно все. И об этом никто ничего не знает. Только сейчас все узнают, ну, кто с нами играть будет, какие карты, они все узнают, что мы сделали. Вот, то есть мы потратили кучу времени абсолютно каждый день. У нас был продуктивный день, даже в празднике. Ну, мы считаем, что это важно для нас, и мы использовали праздничные дни тоже, чтобы подготавливаться, не теряли их зря. А какие способы моральной, эмоциональной подготовки к турниру какие-то задействовались, использовались, чтобы был плюс по морали такой был? Ну, я могу здесь отметить только человека. Это Джандал. Великолепный, позитивный человек, который поддерживает, ничего не боится. Меня это радует, в принципе, и дает уверенности. Тот же паника, который, уверен в себе, дает мне большой буст при игре на турнирах. Ну, я считаю, что лучшая мотивация – это поражение. Но у меня, например, есть мотивация, это девушка моя. Она меня во всем поддерживает. Даже когда были турниры некоторые на онлайне, когда я плохо выступил, и из-за меня потерпела поражение команда, пускаются абсолютно руки, но вот именно она поднимает меня постоянно и снова вселяет в меня уверенность. Большое ей спасибо за это. Она это все будет смотреть. Она сейчас смотрит Open Cup. Сабина, привет! Молодец, потому что видишь, капитан твой говорит, что и ты в том числе являешься мотиватором таким, точнее, плюсом в морали для команды, а тебя воодушевляет девушка. Поэтому девушка, получается, помогает всей команде, да? Да? Обидно, конечно, паник. Я же тебя тоже мотивирую. Он тебя упомянул, а ты его нет. Коля — это тот человек. Наверное, если брать связки или составы, когда по продолжительности их измеряют, например, в нашей связке с Колей мы играем уже в составе более года. Нету таких игроков, которые проиграли в составе в одном более года. Обычно там бывает так, что команда проиграла на каком-то турнире, но она развалится, переформировывается, игроки расходятся в разные составы. Но конкретно наша связка с Колей уже держится более года. И это многое значит, что нам с ним комфортно. Мне лично с ним комфортно играть, очень комфортно. Мы понимаем друг друга без слов уже. И поэтому, наверное, держимся. Как-то так. Тоже тебе уверенности придает, да? А девушка играет в Warface или только смотрит? Да, играет, играет. Она играет со мной в Warface вместе. И когда вот бывает, ну, не хочется тренироваться, хочется как-то отдохнуть вместе с ней, она все равно говорит, нет, заходи, будем сейчас тренироваться. Особенно перед турниром. Девушки, они вообще дисциплинированные в некоторых случаях, да? Кстати, вот только что мысль такая появилась. А у вас не было в Warface смешанных капов? То есть там, где участвует пара парень и девушка. Вот очень красиво, да, было? Были. Это команда «Чистая пати», они каждого панкапа участвуют. Вот вместе у них там, они, по-моему, уже муж и жена даже. То, что они играют вместе там, труп невесты и норт, они не участвовали в этот опенкап, так как у них там проблемы технические были. Вот. Но они неразлучно играют вместе, каждый опенкап там и проходит, и проигрывает вместе, но играют вместе. Ну, я имела в виду вообще другое, что чемпионат именно не по командам, а два на два. То есть там парень и девушка, да-да-да. И такое реально вообще в Warface? Да, есть такие. Ну, они не официальные как бы турниры, но организовываются такие турниры. Но то, чтобы парень с девушкой играли против там каких-то игроков. Тоже парень с девушкой? Нет, такого еще не было. Но вообще два на два и один на один есть турниры вообще, ну, по ВП, то есть такое есть. Понятно. Вот можно как бы есть организаторам о чем подумать. Можно такой смешанный кап устроить, где будет команда парень плюс девушка, и участвовать. Вы тогда, может быть, с вашей девушкой поучаствуете, да? Обязательно. Хорошо. Расскажите про ваши квалификации, потому что в этот раз накал страстей на квалификационном этапе очень хвалят. Как для вас квалификации прошли? Ну, на самом деле квалификации прошли очень легко, как и обычно. Мы уже пятый Open Cup проходим через мастер-лигу с первого-второго места. То есть, ну, в принципе, у нас ничего особенного не было, только одно поражение. В прошлый раз нам получилось без поражения пройти, но в этот раз, конечно, слегка сплоховали. Но ничего, это дает стимул только клану подготовиться, то, что у нас не все идеально, и надо разбирать ошибки. И поэтому квалификации на нас прошли, конечно, не очень легко, но и не трудно. Ну, в прошлый раз вы прошли без поражений и заняли третье место. А в этот раз один раз проиграли, может быть, как бы выступите даже лучше, да, из-за стимула? Ну, я считаю то, что это поражение от Ирины Старцева у нас произошло. Оно поставило нас как-то на место, и именно оно заставило нас задуматься обо всем, и о подготовке ее, собственно, к самому турниру и к самому лан-финалу. То есть мы проиграли арене, но мы знали, что мы пройдем на лан, можно сказать, ну, почти знали, что мы пройдем, если чего-то такого не существует, ну, внешних проблем. Вот, и именно это поражение, мне кажется, сподвигнуло нас на полный переразбор всего того, чем мы пользуемся вообще при игре. Варфейс Open Cup проводится всего лишь однажды в сезон, да, получается. Нет ли у вас вот такого голодания своеобразного? Вы же киберспортсмены, вы должны все время быть в тонусе, у вас должны быть все время соревнования, да, то есть повод готовиться, тренироваться и соревноваться. А варфейс Open Cup проводится вот так вот, ну, редко, скажем так. Ну, есть такое голодание, им хочется больше ланов, турниров, но сейчас проблема стоит в том, что разработчики делают спектр мод, ну, спектат, чтобы наблюдать, собственно, от самого игрока, и есть три варфейса, Европа, Бразилия и наш варфейс, и уже почти закончили такую, ну, как программу, то есть то, чтобы на каждом варфейсе были одинаковые оружия, карты, все одинаковое, чтобы могли играть совместно, международный турнир проводить. Ну, и осталась проблема с спектромодом, и занимаются уже год, дело в сложном движке CryEngine, и уже почти его закончили, как только его закончат, будут уже международные турниры, будет больше турниров, то есть, ну, стоит еще немножко поголодать, потом будет. Вы подождете, все будет, да? Да, 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 я считаю так. Хорошо. А разработчики говорят, в основном, исходя из того, как они работают с комьюнити, не только там, как они продвигаются, делают игру, потом продвигают ее и так далее, а как они работают с комьюнити. Насколько тесно работает сообществом, особенно с прогеймерами Crytek? Удается ли вам какие-то свои идеи продвинуть, реализовать в игре? Ну, я не знаю, наверное, я не замечал в других играх, чтобы разработчики тесно общались. Именно в Warface, например, Михаил Хамзон, он очень тесно общается, и даже приглашает игроков проверить, что-то протестит, и если что, посоветует им, что правильно, что неправильно, как будет лучше, как хуже, точнее, как будет просто лучше. И поэтому именно в Warface разработчики пытаются взять из комьюнити то, что они не могут заметить, и это очень важно в игре, поэтому Warface постоянно обновляется и улучшается. Хоть и есть какие-то проблемы внешние, но разработчики делают все, чтобы улучшить ее. Ну, я могу сказать так, что я не видел такую игру, я не знаю, то есть не буду говорить ничего, как общаются в других играх разработчики. В нашей игре, как только что-то хотят ввести, что-то ввели, сразу же есть такой разработчик, как Михаил Хамзон, он сразу же пишет всем про геймерам, ну, то есть всем, кто в таких высших кругах Warface, и собирает фидбэк, если что-то не нравится, что-то не так у игроков, то он сразу же исправляет, вот огромное похвало ему, при создании карт, оружия, он советуется, он именно, они не вводят то, что им нравится, он понимает то, что, ну, в некоторые моменты игроки могут лучше знать, и он советуется, прежде чем ввести что-то или сделать, он советуется игроками. Также есть определенные игроки, которые едут в офис Крайтек и там тестят все, тестят, исправляют, помогают, и это огромный плюс. Я не знаю, это похвала только, и большое спасибо за это. Вот что из последних таких изменений в игре хотелось бы выделить, особо позитивных? Что поменялось за последние там 3-4 месяца? Ну, во-первых, добавили новое оружие, МК для штурмовика, это улучшило игру, потому что, конечно же, число макросников уменьшилось, потому что там есть своя система против макросов, это уже радует. Потом ввели однообразные маски, очень красивые, которые нравятся в OpenCup. Конечно, там есть один недочет, то, что маски видят еще и мины, это слишком ущемляет инженеров, но я думаю, в скором времени это поменяют, потому что не только я об этом говорю, но и другие игроки. Но еще что, сейчас вышел новый патч на счет скорости бега, они изменили скорость бега, сделали чуть-чуть поменьше, и это улучшило игру в плане того, что, во-первых, стрейфы стали меньше, и мансов, соответственно, тоже. Потом они, во-первых, во-вторых, они еще изменили модельки. Ну, как они называются? Ну, в общем, есть модельки игроков, то есть передвижение. Ну, вот есть игрок, ему сделали зону шеи. Раньше, когда ты стрелял в шею, урон шел как в тело, то есть урон наименьший. И бывало, ты попадаешь в голову, можно сказать, и становится такой вопрос, где урон? Они сделали зону шеи, которая наносит урон как в голову. И раньше была проблема, что когда игроку в спину стреляешь в голову, урон не реагируется как в голову, а реагируется как в тело. Они тоже все изменили, они все меняют. То, что просим, какие проблемы есть, все меняют. Да, в ближайшее время они не откладываются в долгие ящика, а именно сразу же все меняют. Не мешает ли вашей личной жизни, работе, учебе, то, чем вы занимаетесь, киберспорт? Не мешает ли вам? Ну, на самом деле, если правильно все использовать, то не будет мешать. Например, надо рассчитывать время. Не просто так пришел, поиграл и целый день играешь. Есть другие дела, которые тоже играют большую роль в твоей жизни, а не только Warface. Понятное дело, я не буду забрасывать учебу ради Warface. Если у меня проблемы с учебой, то лучше отбросить Warface и сконцентрироваться именно на учебе. Но когда у тебя стоит все по полочкам, то есть ты учишься, ты ходишь на занятия, ты ничего не пропускаешь, то и Warface тебе, соответственно, не будет мешать, если у тебя все хорошо. Ну, во-первых, киберспорт — это работа, которая нестабильная, и постоянно надеяться на нее не стоит. И поэтому это все игроки понимают, и поэтому никаких проблем не бывает с этим. Потом можно взять в пример Джандл, которому 30 лет, и, в принципе, он играет в Warface, успевает, у него есть дети, у него есть жена, у него есть одно высшее образование, уже получает второе, почти получил. И поэтому, отталкиваясь именно от Джандла, можно понять, что игра не сильно мешает. Да, вполне возможно, если ты выстраиваешь для себя предпочтение правильно и расцениваешь, ну, ставишь для себя цели правильно. Реалитеты расставляешь верно. Ну, я считаю так, если ты много играешь в игру, и нерационально используешь свой опыт, свое умение, свое рвание, рвение, точнее, к тренировкам, то у тебя ничего не получится. Смысл играть много в игру, когда ты это как-то не используешь для заработка. То есть, если бы я не зарабатывал немножко, хотя бы вот как сейчас на Warface, то я бы не играл в него столько. Но еще, как Коля правильно сказал, нужно все правильно расставлять, приоритеты расставлять, что тебе нужно вообще. Если конкретно учеба, нужно уделить время учебе. Если ты хочешь как-то более профессионально играть, ну, Warface сейчас развивается только в этом плане, в плане киберспорта. Там не как КС, там, каждый месяц по турниру, и каждый месяц куда-то улетать. Но он развивается в этом плане. Если тебе нужно это, то расставляй приоритеты на это. Если нужно на поиск работы, ищи работу. То есть, нужно правильно расставлять свои приоритеты ко всему. Отлично. Ребята, пожелаю вам удачи в вашем первом и последующих матчах сегодня. И в заключении несколько слов. Привет можно передать или комьюнити, что-нибудь скажу. Я передаю привет всем, кто смотрит это интервью. Всем, кому мы интересны, кому интересны наши команды, кому интересен Warface вообще. Но особо привет я хочу своей девушке передать. Мисс Паника, Сабина, я люблю тебя. Ну, я не буду мелочиться. Передам привет всем своим родным, близким, друзьям, которые сегодня уже пришли на мой лан поддержать меня. Это, конечно, первый раз, но очень приятно. Я думаю, я оправдаю их надежды. И они меня поддерживают, если что-то пойдет не так. Спасибо. Спасибо.